добрый день друзья ваган производственная компания москит друзья по поводу работы термостата зольника вот этот вот этот кругляк значит зольник вы знаете он работает с кнопки дым ну то есть сеть кнопка дым это значит у нас начинается дымообразование то есть мы запускаем зольник сейчас я открою его туда закладываются дрова ну либо у кого нету дров тогда щипа друзья по поводу работы этого термостата смотрите в инструкциях везде написано как с ним обращаться но мы конечно паспорта не читаем значит сначала мы ставим на самый максимум когда запустили минут через 10-15 когда из верхнего отверстия вот наверху коптили там есть датчики это не дымоход этот датчик там там видно его через этого датчика идет слабый такой дымочек как сигарета в руках мы этот термостат уменьшаем то есть сначала на 350 потом уменьшаем примерно на стол 120 градусов хорошо друзья и в этом режиме то есть ну через еще минут 10-15 мы должны убедиться что из отверстия такой вялый вялый дыночек идет значит дымообразование идет нормально если вы ставите например температуру ну 350 было вы оставляете на 250 это очень очень сильно вы нагреваете зольник вот этот сильно его нагревать не надо если вы его сильно нагреваете там вспыхивает открытый огонь а когда открытый огонь на продукте осаживается пепел и продукт будет горчить не разогревайте зольник слишком сильно лучше слабее чем сильнее ваша задача даже такая что через час через час через полтора вот все дрова как с которую вы сюда загрузили либо щипа они прогорели то что там чтобы там белого ничего не осталось белых не прогоревших полешек имеется ввиду да ничего такого не осталось не не надо сильно сильно не надо топить зольник топить зольник это значит больше температуру ставить надо аккуратно с ним работать поменьше вот это нижний термостат ставьте его поменьше 100 120 градусов некоторых даже 50 100 некоторые вообще выключают на некоторое время потому что очень очень много дыма пошло и еще такой момент если вы сильно подаете дым например с 200 250 ставите даже 180 если ставите если сильно подаете дым даже если в закрытом состоянии зольник так одной рукой неудобно барашку закрыть вы понимаете в общем закрытом состоянии отсюда начинает идти дымочек это он дымочек сверху идет по знаете почему потому что вот вы сильно подаете дым и лишние отсюда лезет коптильни столько дыма не надо коптильни электростатическое а что-то значит электростатическое коптильни это значит что весь дым который дымогенератор используется он весь осаживается на продукт традиционном копчение только 3 процента дыма осаживается на продукт остальное даже не соприкасается и трубу куда-то валит на улицу вот клубы дыма знаете от коптильни валит вот этот дым для чего этот дым образовывается никто ответить на этот вопрос не может такое огромное количество если он даже с продуктом не контактировал преимущество электростатических коптилен именно в этом что она требует небольшое количество дыма потому что весь дым ну не весь там процентов 93 на 95 используется в дело ну немножечко дыма там из этого отверстия уходит традиционном копчение копчение подают очень много дыма чтобы часть дыма хотя бы пропала на продукт понятно в общем друзья по термостату еще раз да повторимся если подаю ставите ну разогрев понятно на сразу на максимум через 10 минут уменьшаем если вы уменьшили там примерно 200 у вас открытый огонь пошел зольники у вас на продукт будет осаживаться пепел продукт будет копчение кора и огорчить вы сильно не растапливаете зоник ну 100 120 ориентир должен быть таким что из-под дверцы не должен не должен валить дым вот закрытом состоянии из-под дверцы не должен валить дым из верхового отверстия должен еле-еле слабый дымочек идти но отверстие как сигарета в руках хорошо друзья да ну это написано в паспорте но паспорт естественно никто не читает вот либо паспорта если старого образца там было написано 180 потому что раньше у нас вместо сейчас тут стоит диммер раньше тут стоял термостат для термостата да вот старые образцы которые более трех лет назад нас покупали коптильни тут стоит термостат тогда да его надо там 160 170 но в последние два года у нас тут стоят диммеры для диммера достаточно температура 100 120 это ее рабочий режим а то иногда и меньше и 80 бывает и такое надеюсь я ясно объяснил хорошо друзья дым подавайте без фанатизм подавать дым это значит вот эту крутилку ставить на какую-то температуру чем больше вы ставите тем сильнее вы подаете дым чем меньше меньше подаете дым сильнее ставите будет открытый огонь зольники открытый огонь это уже будет продукт испорчен поменьше ставьте не надо больше хорошо все до свидания до новых встреч пишите если что-то не получается звоните